Дышите глубже. Правительство сегодня решило смягчить ряд ограничений на ношение масок. Но коснутся они лишь тех, кто получил прививку от COVID-19 или переболел вирусом. Впрочем, еще несколько мер облегчат жизни всех остальных жителей. Подробности у Галин Солодовник. Без маски и без соблюдения дистанции смогут находиться в одном помещении небольшие постоянные рабочие коллективы до 20 человек. Но при условии, что каждый из сотрудников либо вакцинирован от COVID-19, либо им уже переболел. Это послабление распространяется также на творческие коллективы и спортивные команды. Но если хотя бы один человек будет без прививки или не переболел, то придется соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Всем. Я хочу обратить ваше внимание, что дискуссия про послабление для всех перешла в дискуссию про послабление для вакцинированных людей, наиболее защищенных, для которых риск меньше. И это неизбежно и логично, принимая во внимание, что в нынешней серьезной эпидемиологической ситуации сделать это для всех мы не можем. Проседатель Союза свободных профсоюзов Эйгелс Балдзенс опасается, что эти поправки могут привести к риску дискриминации невакцинированных людей и призвал правительство ввести послабление и для тех, кто сможет предъявить негативный тест на ковид. Должны быть тесты, чтобы не было дискриминации. Дискриминацию запрещает и Конституция, и резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вакцинация проходит только добровольно, и никто не должен быть дискриминирован за то, что решил не вакцинироваться или из-за риска для здоровья, или просто потому, что выбрал это не делать. Говоря о правах человека и аспектах дискриминации, есть существенный момент. Права человека — это и право человека на жизнь. И нам, как Кабинету министров, важно подбирать как ограничения и послабления после вакцинации, так, чтобы защитить людей от заражения и возможной смерти. Впрочем, Кабинет министров поддержал еще несколько поправок, которые касаются уже всех жителей Латвии. Так, в занятиях спортом на свежем воздухе смогут принимать участие до 20 человек вместо прежних 10. Это, например, упростит организацию процесса образования. Не нужно будет разделять класс на отдельные группы, поскольку обычно в группах участвует около 15 человек. Это касается занятий по интересам и спортивных занятий. Более того, в абсолютно всех торговых центрах смогут открыться магазины с отдельным входом с улицы. И еще одно послабление для телевизионных передач. Ведущие и гости в студии, даже если интервью длится более 15 минут, смогут разговаривать без масок. Те, кто не вакцинирован, должны будут предъявить негативный тест на COVID-19, который был сделан не позднее 72 часов до программы. Изменения вступят в силу на следующий день после публикации в Latvia's Westnesses. Это может произойти в ближайшие дни. Галина Солодовник, Латвийское телевидение.